добрый день дорогие зрители канала садовый мир ветреный солнечный день но несмотря на это наш цветник при домовой территории сад расцветает самыми яркими красками поистине май чародей а природа лучший художник а питомники которые поставляют нам саженцы прекрасных декоративных цветущих растений наши помощники я сейчас вас приглашаю по своему саду огороду где мы с вами прогуляемся и посмотрим как чувствует себя как перезимовали новосады прошлого сезона которые пришли к нам из питомника михаил закатова называется он заказ в сад мы вам уже показываю распаковку саженцев показывай как мы высажим этих красавчиков а теперь давайте прогуляемся и посмотрим что с ними произошло после зимовки я довольна результатом хочу с вами им поделиться дорогие друзья мы переместились немножечко правее от входной зоны здесь у меня вдоль центральной дорожки находятся две очаровательные спирея называется они подглядывают свой садовый жилье литл флейм посмотрите чем же не отличаются от своих собратьев а дело в том что у них там крас двухцветная окраска листвы свежий прирост вот такой ярко-розовато знаете рыжеватый оттенок имеют таким образом ярко-желтая такая gold цвет называется золотистые листва оттеняются вот таким розовым приростом очень нарядная красавица не зря называется она литл потому что габит из куста у неё невысокий она будет формировать пышные кустики которые не нужно даже стричь она будет формировать себя сама единство что мы удаляем небольшие засохшие веточки которые либо в результате повреждения механического немножечко отсыхают либо после зимовки молодые побеги которые не успели одревеснеть уходят под зиму и таким образом мы делаем небольшую косметическую стрижку и наш кустик снова сияет вот такой красотой у меня их две штучки и вот на переднем плане еще вот там сбоку рядом с рябчиками композиции чудесно вторая крошка смотрится мы немножечко сдвинулись и здесь по всей красе и перед вами саженец вигела цветущий называется сорт минора black почему black у нее с красивым оттенком антонциановый лист он только-только распускается еще посмотрите я очень довольна тем как перезимовал этот саженец практически нет сухих побегов которые повреждены были в результате мороза зимовала у меня вигела в сухом укрытии и обкладываю мульчи соломины и накрывала строительной емкостью 90 литров естественно дренажными отверстиями как только снег начал проседать я ее откопала приподняла на кирпичик чтобы был воздухообмен строительной емкостью а потом уже где-то в конце марта начале апреля ебку полностью сняла таким образом моя красавица успешно перезимовала подстраховала я только для того чтобы в первый год она у меня максимально комфортно себя чувствовала minor black цветет нежными розовыми цветами и надеюсь в этом году она порадует нас пышным цветением а это моя красавица и вацинолистная хакура нишики она замечательна тем что взрослые растения до середины лета только набирает свою привлекательность и декоративные свойства сейчас вы видите что побеги обильно облиственные нарастают боковые побеги вот эти посмотрите еще буквально неделю назад были только почки развернуты а сейчас уже посмотрите листочки начинают постепенно приобретать белую вкрапчатать полосочки такие своеобразные и к середине лета это будет куст который будет играть тремя оттенками зеленым белым и розовым чуть позже появится еще розовое вкрапление на листе и когда это имушка станет настоящим шариком она имеет такую свою природную форму от нее будет просто не отвести глаз я долго задумалась селить ли его действительно в своем саду огороде цветниковой зоне но все-таки моя любовь к этой культуре превзошла скажу так все ожидания и я рискнула я сомневалась я переживала поскольку его довольно агрессивно россии но спустя год с момента посадки я смотрю что прирост идет только вверх рождаются новые побеги а скажем так вот такого злостного заполнения пространства нет я радуюсь что в со временем это будет красивый пушистый шарик который будет переливаться тремя цветами и приковывать к себе взгляд мы перешли границы участков здесь у меня вдоль забора находится посадки декоративных кустарников вот здесь рядом со скумпией кожевиной и между барбарисов золотисто-зеленого цвета я поселила вот такой саженец от питомника михаила закатова заказ от называется он бересклет крылатый сорт компактус он вырастает компактный с хорошо развитой кроной сначала зеленый в течение сезона а уже в конце ближе концу лета приобретает ярко пурпурную окраску ставит отличным дополнением и мощным цветовым акцентом вот именно вот в этой части участка зеленый почвопокровник сверху ярко-красное пятно рядом от пациентного окраска скумби и золотистый мазок вот вот этого кустарника барбариса а еще на переднем плане у меня спире японская но она должна с от антенциановым листом я должен под композиция будет смотреться гармонично и в то же время очень сдержанно и нарядно а здесь в огородной зоне у меня от питомника михаила заката в заказ сад поселить две колоновидные яблони я с трепетом жду когда они начнут подносить посадила в прошлом сезоне просыпаются после зимовки разворачивать листочки первой обработки они нас уже получили подкормку дали мы им высота саженцев сейчас около одного метра но вырастать они будут 2 максимум двух с половиной метров и будут иметь компактную крону и надеюсь что шикарный урожай сорта московская ожерелье и президент добро пожаловать в мой сад и надеюсь что очень скоро нас порадуют румяным и вкусным яблочком мы снова переместились цветниковую зону здесь вдоль центральной дорожки рядом с посадками очаровательных примул разрастаются и просыпаются от зимнего сна три гортензии метельчатых от заказов сад питомника михаила закатова посмотрите уже продуктивные почки разворачивать листочки я пролила уже обрезку оставив наиболее продуктивные побеги конечно же из почвы выдвинуться чуть позже и другие побеги крепкие будем выбирать и формировать куст и здесь сорта следующие самарская лидия с кармина красными крупными пирамидальными побегами кистями цветов которые туго набиты настоящий магнит для притягивания взгляда с каждого уголка цветника видно будет этот куст к нему по цвету подобрала более нежные оттенки следующие сорта гортензии у меня это magical sweet summer тоже очень эффектная гортензия очень шикарно цветет и тоже надеюсь она украсить мой сад а рядышком третий куст это гортензии метельчатый pink pink and rose переход от ярко-розового до светло-розового оттенка в одном и том же соцветия огромные шапки красивые туго набиты надеюсь что вот этот ряд гортензии станет настоящим великолепием уголочек сада будет действительно такой вот и нежный и в то же время яркий с ярким акцентом и самое главное что мне понравилось что гортензии в этом году очень хорошо перезимовали несмотря на то что был очень большой снеговой покров но я их подстраховывал дело вокруг них укрытие вот таким вот домиком из рек и обматывал стареньким спонбондом а благодаря хорошо сформированной корневой системе ведь гортензии пришли ко мне в уже закрытой корневой системы в хорошем объеме земляного кома они легко прижились на постоянном месте роста я перешла в другую часть святника здесь у меня декоративный прудик вокруг многолетние декоративные растения кустарники и здесь вдоль тропинки рядом с розовой небольшой аллеи посадки трех лилейников гибридных это сорта силуам пол ватс оранж насау и калика джек очень эффектные декоративные посмотрите уже вышли побеги из-под зимы все чудесно нужно будет еще немножечко прорыхлить почву потому что у нас и сушающие ветра дают все это же как раз везер такой солнце поэтому лилейнички нужно поддерживать носить обязательно сейчас адрес на удобрение для луковичных культур они это очень любят на старте сезона и забывать про полив когда очень сухо любые растения от обезвоженные теряются декоративные свойства поэтому обеспечим систему полива вовремя подкармливаем и соответственно наслаждаемся результатом вот эти три красивых гибридных лилейника приехали тоже мне с посылкой от питомника заказ в сад и удачно прижились на новом месте роста надеюсь что в этом сезоне мы с вами тоже порадуемся их цветению в прошлом году они были маленькие а в этом году уже хорош такие кустики нарастают деленка уже даже удала по 3-4 побега каждого сорта и надеюсь что со временем можно будет их разделить умножив красоту на двое на трое и так далее дорогие друзья я все свои покупочки всегда фиксирую садов ежедневник чтобы никто не одно название не потерять потому что мы потом будем вам все это показывать в течение сезона и чтобы все названия были верными я на память не надеюсь поэтому вот такой склерозник у меня в руках и еще хочу сказать не бойтесь заказывать растение в питомниках там они находятся в хороших условиях самое главное еще посмотрите заранее как упакованы растения питомник заказ в сад вышлет вам фото по желанию полностью собранной посылки и вы увидите что действительно россии у вас живые красивые здоровые и потом выбирайте удобно для вас способ доставки все это менеджер питомника с вами обсудит у меня все живо здорово красиво надеюсь что в конце сезона мы с вами оценим по достоинству и декоративные свойства конечно далеко не все что мне пришло от этого питомника но лилии например мяч только только просыпаются показать нечего а когда все это будет в полной красе мы с вами сделаем еще одну просто прогулку по моему заповедному саду до новых встреч